Улица Павлова. Асфальт на перекрестке полностью разбит. Ямы узкие, с острыми краями. От них с сеткой расходятся трещины. После оттепели во многих скапливается вода. Из четырех сторон перекрестка хороший асфальт только в направлении Первомайского проспекта. Остальные участки водители преодолевают медленно и с осторожностью. Похожая ситуация на улице Чкалова. Перекресток встречает водителей ямами и трещинами. Они продолжаются на всем пути движения. От пересечения с вокзальной до перекрестка с улицы Весенней. Ситуация осложняет тот факт, что недавно здесь провели капитальный ремонт дороги. Год назад сделали, а толку, что все разбито. И делать никто не ремонтирует. Асфальт новый положили. И новый асфальт весь уже выбит. Ну, я не знаю, так, наверное, сделали. Такое качество ремонта. Улица Зубкова и около Ледового дворца. Ситуация аналогичная. Проезжать светофор водители стараются не спеша. Иначе можно остаться без колес. При этом жмутся к левой полосе. Там ямы хотя бы видно. Рядом с ними уже образовались колеи. Ведь по этой дороге регулярно ездят КАМАЗы и фуры. Некомфортно ездить. Как будто асфальт стал таять вместе со снегом. Улица Свободы. Подъезды к областной детской клинической больнице разбиты. На дороге трясет, а ведь по ним добираются с самыми маленькими пациентами. На участке около площади Свободы не лучше. Недавно здесь проводили ремонт, однако покрытие сошло вместе со снегом. Напомним, что гарантия на дорожное полотно составляет пять лет. В течение этого времени подрядчик должен ремонтировать участок за свой счет. А на проведение новых дорог в порядок в 2019 году выделят дополнительно 3,5 миллиарда из федерального бюджета. На днях стало известно, что в программу точно войдут улицы Гагарина, связи, высоковольтная и спортивная. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».